Девушки отдыхают Не доказано Судебным образом Судя по всему Во-первых, больше некому Во-вторых, зачем кому-то другому Это делать Третье Американского спутника Засняли моторный катер Лодку моторную С несколькими Представителями иранской армии Того самого революционного Гвардейского соединения Которое Америка называет Тебе самыми Террористами Определила как террористическую Организацию Как они подъехали к кораблю И сняли с нее вторую мину Которая не взорвалась Достаточно из оснований предположить Что это делает Иран Тогда вопрос заключается Почему И чего они хотят добиться Почему Как бы понятно Америка перекрыла Полностью им кислород Америка не дает возможности Им экспортировать Их традиционные товары В основном это естественно Нефть Которую там добывают Так эти страны Они много чего делать не умеют Поэтому вот то что Мать природы дала То они и качают Причем Обычно с помощью оборудования Которое им поставили Не они же сами и построили Ну и там есть еще целый ряд Других экспортов Иран это большая страна С очень образованным Когда-то населением Поэтому много чего На самом деле Производят Что не разрушили За время Революции Чаберик подложила лапу И у них Сейчас очень плохое Финансовое положение Они в этом не признаются Но на самом деле Денег уже Ни за что не хватает Вот они вроде бы Даже перестали Чего мы и хотим Финансировать Некие группировки Которые называются Прокси То есть те которые Они создали Поддерживают Для того чтобы В Израиле В Европе Америке Что-то такое делали С помощью чего Они показывают Что они могут нам Сделать очень плохо Так вот Оказавшись в этом Экономическом положении Они могут либо На самом деле Что называется Сдаться То есть Сказать Трампу Давай садимся И будем разговаривать Чего ты хочешь А Трамп хочет Чтобы они перестали Финансировать Терроризм Чтобы они перестали Вести агрессивную Политику в регионе И Значит Чтобы отказались От создания Как атомного оружия Так и ракет Значит Ну Тереть лицо Они не хотят Поэтому Пытаются действовать Другими способами А именно Значит Вызывать Америку На военное столкновение Они естественно Боятся Значит Они будут делать Все возможное Для того Чтобы раздражать Запад Мешать ему Чем-то Пугать И тому подобное Но постараются Таким образом Это делать Чтобы Как бы Не спровоцировать Не загнать Америку В угол Когда Америка Говорит Все Больше ничего Нельзя делать Поэтому Мы Взлетаем В воздух И Начинаем Бомбить Какие-то Объекты Что-то Делать Такое От чего Люди Гибнут И Гибнет Много Всякой Инфраструктуры Избрали Они Способ Которым Они уже Действовали По-моему 70-х годах Если не ошибаюсь А именно Они тогда Между Ираком И Ираном Была такая Танкерная война Ее называли Когда Иракцы Взрывали Иранские Танкеры Иракские Чтобы Обесточить Чтобы Сделать То же самое Что делает Америка На самом деле Чтобы Уменьшить Приход денег К врагу И таким образом Его вынудить Пойти на Какие-то уступки Некоторое время Тому назад Были взрывы Произведены В четырех Танкерах Вчера Были взрывы Произведены Еще в двух Один из них Серьезно Очень горит Огонь Дым И тому подобное Я так подозреваю Что в нем Как раз Находилось Либо остатки Либо Он был Гружен Тем самым Нефтью Я не знаю Точно Но судя по тому Как оно горит Там какое-то Количество Нефти Точно имеется И Кроме того Они К горящему Танкеру Подошло Грузовое Судно Танкер Там был Один танкер Норвежский И один Японский По-моему Они С норвежского Танкера Потребовали Моряков Снять Подошло Торговое Судно Сняло Моряков С этого Танкера Их было По-моему 26 человек Если не ошибаюсь В том числе Оказалось Пару Людей Российского Происхождения Не думаю Засланы И просто По-моему Пошли Подошли Вооруженные Силы Иранские Заставили Перегрузить Этих Моряков К ним Увезли И содержат Их На самом деле В тюремном Заключении Лишили Свободы А сами Говорят Что они Их спасли Еще один Способ Давления На запад У нас 26 человек Моряков Они заявили Что 42 Потому что Они посчитали Из двух танкеров На второй танкер Успел подойти Американский корабль Самый военный И отогнал Все эти лодки Они тут же Отвалили оттуда И перегрузил К себе людей После того Стало понятно Что корабль Безопасности Они Обратно Этих моряков Отпустели И они там Приводили Все в порядок Так вот После того Картина Там рисовано Что происходит Чего они Пытаются добиться Им нужно Чтобы запад Как минимум Снял Или ослабил Санкции Которые наложены А запад Это означает Соединенные Штаты Америки Они понимают Что напрямую С Трампом Даже С помощью Вот таких Фокусов Говорить нельзя Потому что Во-первых Америка Сама не под ударом Никто на американские Танкеры не нападает Потому что Понимают Что это И есть То самое Личное действие За которое Можно очень хорошо Получить А нападают На всякие Западные Японские Норвежские И тому подобное Таким образом Когда происходит Такая вот заваруха То Цены на нефть Начинают залетать Но Америка Уже сама Производит Достаточно нефти Не 70-е годы Больше И нам По большому счету Ну Ну так сказать Там Не будет где-то Куда-то поступать нефть Мы справимся Естественно Мы не хотим Чтобы это происходило В мире И вот Расчет идет на то Что союзники Наши Те же японцы Те же норвежцы Те же Все остальные Европейцы Гуртом Либо кинутся к Трампу Либо начнут Кричать Вы загнали Иран в угол Так нельзя Это не дипломатия Дипломатия Это когда Дается свобода Маневра И у них есть Гордость И они никогда Не сдадутся Сдадутся Значит Вот Все что смогут Придумать Иранцы Чтобы быть На грани Того Чтобы Америка Значит Как я уже сказал В воздух Самолет и ракеты Послала Против них Все это Они будут Продолжать делать Для того Чтобы раздражать Мешать Повышать цены На нефть Пугать Чтобы люди боялись Там плавать Там и тому подобное С надеждой На то Что вот Что-то такое Прорвется И их освободятся На этих санкций Я думаю Что они Очень серьезно Ошибаются Я думаю Что Ну Не та страна Не тот президент Не тот белый дом Не та ситуация В которой Ну скажем Вот такими Мелкими уколами Для нас это мелкие уколы Можно что-то Серьезно выиграть Но они В состоянии То что называется Desperation То есть отчаяния Потому что Непонятно что делать С Америкой Справиться они не могут Они думали Что союз Европейский И прочее На Америку Надавит Или каким-то образом Наплевав на Америку Будет с ними Торговать И поддерживать Их режим Американцы Отвели вторую Стадию санкций При которой Сказали Все кто торгует С ними Не будут торговать С нами Естественно Сразу же стали Отваливаться Десятками Сотнями Компаний Так что С моей точки Вернее Задача Трампа Которую Он поставил Изолировать Этот режим Привести его Наград Банкротство И либо Там внутри Начнет происходить Какие-то Свои революции И скидут Этих Которые Сейчас сидят Наверху Мул Может придут Другие Мул Я не знаю Либо Заставить Этих Мул Испугавшись Того Что будет происходить В их стороне Примчаться И Согласиться На условия Америка Вот Я думаю Что сейчас Происходит Будем надеяться Что Обойдется Без полномасштабных Военных действий Да Будем надеяться Но Вот Как бы Опасность Заключается Ну скажем Заключалось бы В том Что Мир мог бы Разделиться Напополам Как-то произошло В первую Мировую войну Да Там Косово Какого-то Стреляли Кронпринца И вдруг Началась Мировая война А Вторая мировая война Тоже Практически Началась Потому Что Были провокации На них Не были Отвечены И мир Разделился На две части Вот Я не вижу Второй части Мира Скажем Кто же Будет выступать На стороне Ирана Сирия Ничего Не может Сирия Сирия Надо Ее Саму Защищать Северная Корея Ну Там Может Сказать Мы будем Стрелять По Южной Корее По Японии Зачем Им это Делать Из-за Ирана И рисковать Своими Собственными Жизнями Совершенно Непонятно Турция Никогда Не полезет Ради Ирана Подставлять Свою Собственную Заня Кто Россия Нет Не полезет Россия В эту Историю Потому что Никого Больше Нет Хотя Путин заявил Что у нас С Ираном Общие Интересы Цели Они Которые При том Что Китай На втором месте Но пока Что он На достаточно Далеком Втором месте Не в смысле Валового Продукта А в смысле Того Что они Могут Сделать С земным Шаром Если Они Захотят Ну скажем Свою волю Навязать Мы Свою волю Никому Не довязываем Мы Говорим Эти люди Взрывают Мирных Жителей Эти люди Клянутся Что они Уничтожат Израиль Эти люди Клянутся Что будут По нашим Интересам Стрелять Взрывать И прочее А так Мы вам Верим Дорогие Иранцы А раз Вы все Это Обещаете Нам Мы Сделаем Так Чтобы Не Смогли Этого Делать Не Понимаю Кто Может Вести На стороне Ирана С нами Военные Действия Китай Какую Позицию На ваш Взгляд Займет Ну Не Военную Сто Процентно Китай Может Начать Продолжать Закупать У них Нефть Мы Не будем Бомбить Эти Самые Китайские Танкеры Мы Не будем Прекращать Работать С Китаем Если Это будут Государственные Закупки Да Это Нечастная Компания Ну Да Ну Допустим Я Если Мы Влезем С Китаем В серьезную Конфронтацию Вот Посмотрим Встречу Следующую Которая Будет Происходить Между Лидиями Китайскими И Нашими Если Мы Влезем С Китаем В серьезную Конфронтацию При которой Они Решат Что Им Имеет Смысл Сопротивляться Америке И устраивать Нам Проблемы И головную Боль По всему Миру Вот Тогда Китай Может В это Дело Влезть И сказать Я у вас Скупаю Всю Нефть Ну Там По хорошим Ценам Они Всегда Ну Скупают Наши корабли Только туда Заходят Наши корабли Все Нефть Забирают И тому Подобное И не волнуйтесь Мы сами Себя Защитим Ну Тогда Да Но Это Практический Вызов Америке Родой Понятно Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый День Пожалуйста В эфире Добрый 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 Вы знаете Здесь На мой взгляд Есть еще Одно Неприятное Обставительство Насколько Известна Из информации Иранцы Сняли С норвежского Танкера Экипаж Так вот Есть ли У них Такая Идея Сделать Из него Заложников Это Очень Осложнит Ситуацию Как Вы Считаете Спасибо Ну Я как бы Сказал Что они Взяли И держат В заключении Де Факто Значит Если Поместили В каком-то Помещении Закрыли Двери Не дают Выйти Кроме Того Заставили По-моему Русскоязычного Человека От имени Всего Экипажа Сообщить Что к ним Прекрасно Относят Им Очень Помогли Если Не Иранцы То они Просто Погибли Ну Чушь Такую Всякую Думаете Эти 26 Человек Могут Заставить Европейский Союз Америку Или Кого-то Еще Как-то Действовать По-другому Что Трамп Из этих 26 Человек Будет 132 Или Чего угодно Будет Отменять Санкции Барган Я не Вижу Такую Возможность Давайте Попробуем На другую Тему Несколько Довольно Давно Периодически Всплывает Тема Репараций За Рабство Которое Было Когда-то В нашей Стране По всему Миру В некоторых Странах По сей день Процветает Но Тем не менее Всегда Какие-то Особо Оторвавшиеся Об этом Говорили Ну А сейчас Похоже На следующую На следующую Среду Назначено Слушание В Конгрессе В Нижней Палате А по поводу Репарации Уже Так сказать На законодательном уровне Они будут Серьезно Это дело Обсуждать Мне хотелось бы Узнать ваше мнение Ну и может быть Кто-то из наших Радиослушателей Имеет какое-то Мнение На этот счет Да конечно Ну вот точно так же Как слушание Значит Переслушание Дела Трампа И России В Конгрессе Это чисто Театральное действие То И это тоже Чисто театральное действие Направленное На самом деле На одно и то же На попытку Поднять И черное население В том числе Значит Для того Чтобы оно Массово Стройными рядами Пошло В Значит Курном Избирательном В 20-м году И начало голосовать Значит За За демократов Больше ничего Там нету Потому что Это конечно Фантастическая Ахинея Значит Люди Которые Вот Родители Которых Там Деды И прочее Погибали В гражданской Войне Для того Чтобы освободить Вот этих Самых Черных Теперь Их Потомки Должны Будут Платить Этим Черным Репарацию А почему Не наоборот Почему Не попросить Черное население Которое Во всем мире Было Скажем Выводилось На самом деле Во весь мир И становились Рабами А здесь Началось Движение Людей Которые Начали освобождать Их от рабства И очень многие Погибли Потеряли Там ноги Руки Глаза И тому подобное Почему Наоборот Черное население Не заплатило Вот этим людям Репарацию За то Что они Их освободили Ведь Не их же Не записи Освободили Правильно Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Слушаем вас Алло По поводу Репарации У меня есть Некоторое мнение По этому счету Может быть Согласиться С этим С выплатой Репарации Но при одном Условии Те кто Претендует На репарации Должны Пройти Своё дерево До своих предков И определить Что их предки Были Рабовладельцами Рабами После этого Определить Кто был Рабовладелец И пройти Обратным путём Определить Наследников Рабовладельцев И эти Уже Наследников Рабовладельцев Уже По решению Суда Должны Будут Выплатить Репарации Такая сложная Процедура Это же было Не государственное Предприятие Это было частное Рабовладельцы Владели рабами Это же не государство Почему государство Налогоплательщики Должны платить Вот такое У меня Подложение Ну Остроумно Конечно Потому что Врух выяснится Что Это все Члены демократической Партии Те люди Которые Их предки Владели рабами И следующий звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Леон Добрый день Сергей Владимир Я буду Репарации Это Интересный Такой Вот я Когда Мы Обсуждали Я Занял Сколько Было Черных Рабовладельцев И выясняется Скажем Что В районе По-моему Сан-Плевис В Алабаме Не могу Сказать Точно Значит Там Было Где-то 7% Рабовладельцев Были Черные Но Самое Интересное Что Это Были Самые Большие Рабовладельцы В данной Территории Самые Большие Понятно Вот такой Единственный факт Кто Кому Чего Будет Должен Это Понятно Это все Относится К тому Что Сказал В свое Время По-моему Фрэнклин Бэнфин И Как Люди Начнут Возможно Голосовать Деньги Репаблик Люби Ола Спасибо Зачем Работать За деньги Можем Голосовать Спасибо Добрый день Пожалуйста В эфире Слушаем вас Добрый день еще раз Ну из истории то мы знаем Что американцы не высаживались в Африке На побережье и не ловили Под джунглям черных рабов Этим бизнесом занимались Местные племена ловили друг друга И готовый товар поставляли Не только американцам А многим и другим Вот так появилось рабовладение Кто хотел быть рабом Тот им и стал Ведь индейцев не могли сделать рабами Это было невозможно Они саботировали, убивали хозяев И так далее В Центральной Америке, Латиносе Тоже рабов из них не получилось Потому что история нам говорит Рабом стал тот, кто хотел бы стать То есть как бы мог По своему менталитету Спасибо Я не согласен с этим утверждением А вернее с той его честью Что кто-то хотел быть рабом Мог, ну и что От того, что я не могу сопротивляться Это не означает, что я виноват, что меня убивают Так что, ну, что делать Значит Это бредовая идея Идти вглубь веков И начинать копать Кто, кого и что Значит, мир полностью надо переделать Абсолютно Сколько лет мы пойдем назад 100, 200, 300, 400 Так сказать, 800, 1200 и тому подобное Все окажется Все живут не в тех местах В которых, так сказать Они жили там полторы тысячи лет тому назад Все принадлежит Что было захвачено Не тем, кто, так сказать Это начинал там А начинал когда? 6,5 тысяч лет тому назад Это полный бред Вот Европа, например Когда-то, да Так сказать Кончила Вторая мировая война И сказали Все, вот границы, которые есть сейчас Установились Вот это границы государства И мы их нарушать не будем Ну, первый, кто, так сказать Серьезно, так сказать Полез нарушать Он был гарант безопасности Украины И Россия А, так сказать В то время, как Обама Второй гарант безопасности Так сказать Ничем помогать не стал И сопротивляться этого не стал Там Англия тоже Поэтому Вообще Безумно сложно Идти назад И говорить Вот это мое А это твое Потому что Разобраться с этим будет невозможно До того Это было мое Это было чье-то чужое Значит, он может прийти И сказать Я сейчас докажу Что восемь поколений тому назад Здесь жили мои предки Это полная хинея Абсолютно просто спектакль Для идиотов Извиняюсь Черных Не все черные идиоты Для идиотов Те, которые черные идиоты Для того, чтобы сплотить их Как я уже сказал Ровными рядами Стройными рядами И идти голосовать Тем более, что Похоже, популярность Демократической партии Среди афроамериканцев Падает И это их настораживает Если 20% черных 20% черных Будет голосовать за Трампа Не видать демократам Президентства Как своих ушей Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Мне интересно просто Этот гражданин Который позвонил По поводу того Что заняться Судебным расследованием Кто там были рабы Кто не рабы Он будет платить Государству Будет платить Свои деньги Для того, чтобы Это была остроумная шутка Он же не всерьез Сказал Он сказал это для того Чтобы потом От этих рабовладельцев Проследить обратно И выяснится Что это все Члены демократической партии С юга Но это Он не всерьез Предлагал Поэтому не надо Серьезно К этому относиться Ну вообще Звучит это Примерно так Люди Которые никогда Не владели Рабами Должны платить Людям Которые никогда Рабами не были То есть Примерно вот так вот Просто потому Что у них цвет кожи другой Это вообще называется Расизм Абсолютно Добрый день Пожалуйста Здравствуйте А я хочу еще Вот что сказать За ними никто Как уже сказано было Из американцев Не гонялся там Под джунглям А продавали их В основном Мусульмане Естественно И вожди племен Продавали Но основные Поставщики рабов Были мусульмане Поэтому Мусульмане Получали деньги За них Пускай теперь расплачиваются Если так уж Ставится вопрос Спасибо Мы сейчас будем Выяснять У кого предки Были капитанами Или ботсманами Рабовладельческих судов Да Не будем Не будем Конечно Ну Хорошее замечание Правильное Но Это не означает Что Если мы ищем Виноватого И сказать Вот он виноват И прочее Система была В течении Шести Тысяч лет 62 сотни лет На земном шаре Была система Ты захватываешь Какое-то там племя Часть уничтожаешь Часть уничтожает Они начинают На тебя работать Потом Тебя кто-то захватывает Часть уничтожает А ты начинаешь На него работать И тому подобное Там Римская империя Там и все остальные Это была нормальная ситуация А Впервые По большому счету На государственном Таком На мощном уровне Даже не государственном О движенческом уровне В Соединенных Штатах Америки Возникло движение Против рабства Как системы Вот И вместо того Чтобы Сказать Аллилуйя Молодцы американцы Класс там Здорово И тому подобное Значит В голове у всех Осталось Что А Рабовладение Это Америка Вот и все Еще один звонок Прежде чем Прежде чем мы идем На перерыв Добрый день Пожалуйста В эфире Приглушите радиоприемник Если Алло А вы радиоприемник Приглушите У меня вопрос такой После освобождения Рабов После отмены рабства Очень много чернокожих Приехало в Америку Как с ними быть Им тоже выплачивают За что-то А Нет Брать с них За билет Только Спасибо Спасибо за ваш звонок Давайте Мы сделаем Небольшой перерыв После чего Вернемся Обязательно Обязательно Продолжим Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна Телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 Примем звонки Да, конечно Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Еще раз Мне просто Смешно стало Вот интересно Когда в 89-м году Я уезжал Из бывшего Советского Союза Я платил Сам за билеты Государство Советский Союз Забрало По 300 рублей Тогда-то Были большие деньги С каждого члена семьи Кто мне теперь Должен Вернуть Эти деньги Да Советский Союз Да Вот именно Советский Союз Которого нет Спасибо за ваш звонок Маленькая Короткая такая Ремарка Уже немножко На другую тему Помните Когда произошла Эта Трагедия Собственно В Париже Когда сгорел Собор Парижской Богоматери Местные миллиардеры Французишки Заявили громко Что они Выделят Колоссальные суммы Денег Миллионы Такие патриоты На восстановление Этого собора Так вот По сообщению Ассоши Этот пресс По-моему Значит Ну во-первых На борту Директора Из 11 человек Членов Совета Директоров 6 американцев И Ни один из этих Французов Миллиардеров Которые Так громко Заявили Били себя В грудь О том Что они Пожертвуют Деньги На восстановление Собора Не дал Ни одной Копейки На восстановление Собора 90% Всех пожертвований Пришли Из Соединенных Штатов Америки Вот все Что вам нужно Знать О французах Абсолютно Фух Мерзость Какая Окей Ладно Давайте еще Скандал Значит Вы наверное Смотрели интервью Стефанополоса С президентом Трампом Где Стефанополос Хитро Сделанный Гном Задал Такой Провокационный Вопрос По поводу Того Как Трамп Относится К тому Вот Что Иностранные Государства Предоставляют Порочащую Информацию На ваших Политических Оппонентов Трамп сказал Нормально Отношусь Почему нет Посмотрю Если там Что-то есть На что Посмотреть А если там Что-то Неладно То я Как бы А и сообщите Либо ФБР Будете И он сказал Да Я посмотрю Если это имеет Смысл Значит я Конечно сообщу ФБР Но вот эту Часть его Ответа Они Отредактировали Ее нет То есть Все Звучит Так Готовы Вы принять Да Готов Принять Все На этом Заканчивается Ну и Взорвалась Вся эта Мешпуха Либеральная И вы знаете Что на CNN Есть такая Я не знаю Есть она Сейчас Или нет Но все время Была Анна Наварра Якобы Республиканка Так она Вообще Заявила О том Что это Измена Родины Предательство Тризон Вот По этому поводу Давайте поговорим Ну Значит Давайте Отнесемся К этому Философски Потому что Пресса Так называемая Средство Массовой Информации Американской Ну скажем Их там 80% Я не считал 85-90 Стоят На позиции Что Абсолютно Спокойно Можно Врать Лгать Подставлять Давать Неправильные Факты Совершать С точки Зрения Журналистской Этики И прочее Всякие Там Преступления Потому что Если они Все делаются Для благой цели А благую цель Определили Они сами Благая цель Это Свержение Трампа Выбирать Его Исключение С позором Из Белого дома И недопущение Республиканцев Дальше В 20-м году До Конгресса Сената Белого дома То есть Так как у них С их точки зрения Есть благая цель Ради цели Щепки летят Лес рубят Щепки летят Вот эти щепки Это их мораль Щепки Их честность Щепки Их достоинства Совести Это щепки С их точки зрения Поэтому Да и предполагаю Что я немножко Удивлен Тем что Кто-то там У президента Решил Что Два дня Стефанаполиса Ему решили Два дня Стефанаполиса Быть практически 24 часа За исключением Во время сна Рядом с президентом Лететь его в самолете И что-то еще Так как у нас Трамп очень легко Спокойно к этому Относится Он понимает Что будут какие-то Гнусности Но относится к этому Спокойно Он наверное Самый открытый президент Из всех тех Которые были На самом деле И он когда что-то Отвечает Он не думает Как это будет звучать Он пытается дать Свою действительно оценку Так вот Что значит Стефанаполис Не найдет ничего такого Что можно было бы Подрезать Там подмонтировать И сделать из президента Чудище Опять монстра Было очень сложно Ну хорошо Сделали они Если бы не было этого Они бы сейчас Подмонтировали что-то другое Они бы нашли Что-то третье То есть задача Прессы На сегодняшний день Как она это видит Это всеми силами Препятствовать Усилению популярности Трампа А что они делают Сейчас они схватились За это Значит Это абсолютная хинея Абсолютная хинея Значит Почему Ну сейчас Преступление одного человека Не Как бы Обеляет тебе Не дает тебе возможность Сделать свои преступления Но все-таки Начнем С некоторой истории Вот В современной истории Нет ни одного Скажем Сенатора Президента И конгрессмена Который не пытался бы Находить где угодно Как они это называют Грязь На своего оппонента Эта грязь Может прийти Из источников Типа Что-то такое Подслушал Какой-то журналист Либо это специальные Нанятые люди Летают Куда угодно И ездят Где он когда-то учился Где он когда-то находился За границу Там что-то еще И пытаются выяснить Не висит ли за ним Что-то такое Каких-то костей Скелета В каком-то Так сказать В шкафу Закрыто Любая информация Со всего мира Собирается И до сих пор Никто Так сказать Эту информацию Не считал Так сказать Называется Opposition research То есть Исследование Твоего оппонента Никогда это не считалось Чем-то Каким-то преступлением Чем-то ужасным Да Теперь посмотрим На ближайшую Так сказать Недавнюю историю Значит Хирли Гринден И демократическая партия Штамп демкард партии Собрали вместе 8 миллионов долларов Передали своим юристам Чтобы те Нашли кого-то Кто будет искать В грязь За границей На Трампе Те обратились К Fusion GPS Которая работала В это время Очень плотно С комитетом Ну с ФСБ То есть Ну КГБ Так сказать В моей юности Значит В это время Принимала Эту Наталью Висеницкую Общалась С теми людьми Которые заказывали Здесь попытку Отменить Значит Решение По поводу Закона Магнитского Так называемого И Обратилась к этому Фюжн GPS Сказала У вас хорошие связи С Россией Поищите там Грязь на Трампа Потому что он туда летал Значит Фюжн GPS Официально Обратилась На всех случаев Не прямо К русским А к англичаням Ну якобы Мы ничего Мы просто К англичаням Обращаемся Вот А это же наши союзники Англичане Хорошие люди Ну Настраполили его В сторону России Потому что он Когда-то там работал По английской разведке И как бы у него Были хорошие связи Этот человек Не поехав в Россию Собрал Его Якобы Друганов На самом деле Кто его знает Из ФСБ Высших чинов Как он собрал Информацию о Трампе Гнусную Какую-то Кошмарную Сплетническую Там Обманную И тому подобное То есть Русские Подбрасывали факты Против Трампа А не за Как нам все время Пытались Объяснить После этого Это все было Привезено Сам человек Сказал Что он не имеет Ни малейшего понятия Это правда Не правда Он никогда это не проверял Проверить не сможет И всякие там Утверждения Того что Там Некая Женщина Которая Убирала кровати В Номере У Трампа Как он Остал Непонятно Утверждает Что Трамп Значит Пригласил Престу Так они там Извиняюсь Испражнялись У него там На эту кровать И т.д. и т.п. Как можно было Добраться до этой женщины Сидя в Лондоне Что позвонил в отель Спросил Дайте мне пожалуйста Женщину Которая убирала У Трампа И скажет Одну секундочку А вы шпион Да А вы шпион С какой стороны Вы шпион Вот Значит Бред Этот сивой кобылы Который происходил Сейчас Сейчас это можно делать Ну ладно Скажем так Трамп президент Хиллари Слава Богу Не президент Все что Трамп сказал Если мне принесут Какую-то Какую-то грязь Как они говорят Информацию Никто же не говорит Здравствуйте Я шпион Я хочу Звонит кто-то знакомый Слушай У меня для тебя есть Интересная информация Давай встретимся Давай встретимся Встречаются Смотрят Говорят Если я решу Что там есть что-то такое Что надо передать В ФБР Я это немедленно передам Все что он сказал Из этого естественно Сделал я там Афиняю чушь Но не волнуйтесь По этому поводу Завтра будет другая Об этой забудут Они просто Они тут же забывают Главное Все время Все время Эту грязь поднимать Муть поднимать А грязь всегда И начинает Новую муть поднять Вот и все Давайте попробуем Принять звонки Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день А вот в связи С этой редакцией Не могут Адвокаты Трампа Подать в суд На эту редакцию На этого человека Кто это сделал Поскольку Абсолютно Искажен Смысл ответа Президента Спасибо Нет К сожалению У нас нет Таких законов По которым Если ты показываешь Часть чего-то Но ты показываешь То что говорил человек Ты не говоришь Он сказал вот это Да И обманываешь Ты просто говоришь Вот Я бы задал вопрос Он тебе ответил Давайте это обсуждать Вот и все Что здесь Что здесь такого Мы понимаем Что это подстава Мы понимаем Что это подлость Но от понимаем До судебного преследования Довольно далеко Ну и потом Поскольку Трамп Является лицом Публичным Он Так сказать На него можно Все что угодно Говорить Все что можно делать Ну почти Почти все что угодно Есть какие-то ограничения По первому Так сказать Первому праву Конституции Но Но он действительно Так сказать Ну смотрите Что творится Кстати Что я хочу сказать Что показывает Какая потрясающая Здесь страна И какая потрясающая Система Через 200 Прошло 230 лет Когда чиновничество И бюрократы Все время пытались Что-то такое поменять Сделать Ухудшить для нас Улучшить для себя А все еще Глава страны Президент Не может справиться Если Так сказать Идет какое-то сопротивление Да То есть На самом деле Это ужасно С точки зрения нашей Но потрясающе С точки зрения страны То есть Тиранию здесь Установить Безумно сложно Ну А теперь Немножко в сторону Я не знаю Это политика Не политика По поводу того Что Как бы Узаконили Участие Трансгендеров То есть Мужчин Которые стали Вдруг Женщинами В участие В Олимпийских Играх В женских Соревнованиях То есть Ну я не знаю Или они Совсем убьют Так сказать Женские Женский спорт В Америке Совершенно И на международном уровне Это значит Сейчас выходит Там Баскетбольная Команда Переделанных Мужиков Легко Обыгрывает Всех Да И становятся Тут же Чемпионами Или в легкой Атлетике Или в тяжелой Атлетике Вообще Разговоры Или в борьбе Там скажем Вот Недавно были Соревнования Я честно Даже не знал Что женщины борются Но это Обязательно Нет Есть Классическая Борьба Греко-римская И вот как раз Там победил Трансджендер Такой Парень Девка Такой Безусловно Трудно Парень Который Занимался Борьбой Физически Здоровый Крепкий Потом стал Принимать Наверное Я не знаю Какие-то Гормоны Назвал себя Девушкой И пошел Соревноваться С девицами Он их бедных Там душил Давил И все нормально Ну вот Да Ну представь себе Что из сумо Помнишь этих вот Людей Сумо Да Кто-то из них Решил Что он теперь Трансджендер И кто с ним Может бороться В общем Все-таки Я должен еще раз Согласиться С Майклом Савичем Что либерализм Это психическое Заболевание Это болезнь Это болезнь Конечно Потому что Вернее Изначально Это благое намерение Но потом Ты в это влезаешь И ты начинаешь Очевидно Ты заболеваешь Потому что Больше никаких Никаких Рациональных Доводов Не действует Ну и когда мы говорим Либерализм На самом деле У меня все время Как-то Немножко Спотыкаюсь В этом месте Потому что Либерализм В изначальном Своем В изначальном Состоянии В изначальной Идеи Это Это хорошая Идея Либерализм Это хорошая Идея Другое дело Что Леворадикальное Отребье Украло Этот термин И воспользовалось Им На самом деле Тех Кого мы сейчас Называем Либералами Это Абсолютные Леваки И к либерализму Абсолютно Либералы Потому что Они против Всего того Что По-настоящему Как бы Либерализм Если действительно Уже серьезно Разбираться К чему призывают Абсолютно Потому что Ну Скажем Наиболее близкие К либерализму Остались Либертарианцы На мой взгляд А все Вот эти Которых Мы называем Либералами Сегодня Которые Действительно Хайджекнули Эту идею Это Этот термин Это Типичные Леваки Типичные Сталинисты Это Типичные Сторонники Фашистского Уклада То есть Контроля Тотального Правительства Над всем Над экономикой Над частной Жизнью И так далее И так далее И когда Какие-нибудь Особо одаренные Вот у меня Есть радиослушатели Тоже Которые Называют Сторонников Так сказать Республиканской Партии Или Консервативной Идеологии Фашистами Это у человека Настолько Перепутано В голове Все абсолютно Сережа Самая большая Проблема Этой страны Это Обучение Это воспитание Обучение Не знаю Как точно Назвать Одним словом Но То что называется Education Образование Образование Да Но не образование Когда ты просто Научился Складывать 2 плюс 4 Равно Там 17 И ты это делаешь Без Без Калькулятора А образование Имеется Ввиду Система Образования Наши Которые Здесь Не преподают И вот Что бы я стал Переделывать Вот мне бы сказали Что переделывать Правда Это занимает Время К сожалению А времени Может быть У нас Уже и не осталось Это образование Начиная Вот у меня У меня четверо Внуков Кроме того Что дети Все проходили Здесь Сейчас еще Внуки И я вижу Что с детского Сада У меня В детском саду В киндергарден Был Младший Внук Сейчас уже Не младший Который Приходил И радостно Мне рассказывал Что есть Где-то там Сидит Очень плохой Человек Которого Зовут Трумп Вот А я говорю А чем он плохой Он всем делает Плохо Все время А кто и чех А я говорит Не знаю Класс Абсолютно Это действительно Наверное Самая большая Проблема И результатом Деятельности Так называемых Эдюкейтеров И по оценкам Некоторых Какие-то опросы Были проведены Там по-моему 90 с лишним Процентов Позиционирует себя Профессура Как либерала Сами себя Позиционируют Они сами Об этом говорят И вот результат 40 процентов Населения Соединенных Штатов Америки Очередной опрос Проводился Предпочитают Социализм Над капитализм 40 процентов Ну а среди женщин Этот процент Еще выше Если Это практически Все те люди Которые уже Готовы идти Голосовать За социалистическую Партию То есть они демократы Да Да И это печально Этот процент К сожалению Растет Причем Чем больше У них образования Тем Ближе Они к Идее То есть Как бы И должны Больше понимать А на самом деле Они перестают Понимать Они настолько Догматизированы В своих Колледжах Университетах Что они абсолютно Вот они все время Кричат Диверси Диверси Разнообразие Разнообразие И Интеллектуального Разнообразия Никакого Есть разнообразие Только обязательно Один там Такая у тебя Сексуальная Наклонность У другого Другая Один такого Цвета Другой Такого И тому подобное Больше ничего Нету В этом Ни религиозной Толерантности Ни толерантности К другому мнению Вообще И тому подобное То есть Их Настолько Забивают И настолько Это Переворачивает Людей Делает Из них Из людей Каких-то Зомби Что Как с этим Бороться Совершенно Непонятно То риск Потерянное Поколение И потом Они Пожалуйста В эфире Здравствуйте Уважаемый Леон Скажите пожалуйста Как вы думаете Могло бы быть Такое Такое положение Как сейчас у нас Что Как вы говорите 40% За социализм Если Советский Союз Был Живой Здоровый И существовал Как говорится А нет Кстати Очень красивое Замечание Нет Я не думаю Но дело-то в том Что это не из-за того Что Советский Союз Разрушился А это Из-за того Что здесь Перестали вести Пропаганду Против И вот За время После того Как разрушился Советский Союз Как раз и выросло Это поколение Которому Никогда не говорили Что есть хорошо А что есть плохо Потому что Учителя уже Были подготовлены К тому Что на самом деле Марксизм Но не тот марксизм Социализм Но не тот социализм А какой-то другой А когда говоришь Где они А в Дании То есть в Дании Близко нет никакого Социализма В Швеции В Норвегии Вот Больше они не могут Найти примеров То есть 40 с лишним Стран В которых Был социализм Они все провалились Все ушли Либо в диктатуру Либо в разруху Либо в войне Либо в черт знает Что еще В ГУЛАГе Значит Три страны В которых Сегодня они считают Что есть социализм Его нет Я могу это доказать Тем более Что они уже начали Всех кроме Норвегии В которой столько нефти Что хватает на всех Вот Остальные начали Срочно Реформы Переделки Их Не социализма А социально Направленного Общества На значительно Более капиталистическое Более свободного рынка Я говорил об этом Я посвящал этому Несколько передач На моем Ютюбовском В этом самом Фейсбуковском канале Значит Да Дама Звонившая Человек Совершенно прав Не было бы Но смотрите Вот по таким По таким поводам Совсем До недавнего времени Пока Венесуэла Совсем не грохнулась Когда Не ударилось О дно Главный социалист Который претендует На пост Президента Соединенных Штатов Америки Молился На Венесуэлу И заявлял Что Венесуэльцы Гораздо Ближе К реализации Американской мечты Нежели Американцы И слабо Нервные Слабо Так сказать Подготовленные С размытыми мозгами Которые тогда Голосовали за него Тогда поддерживали его И сейчас После того Как Венесуэла Показала Вообще Что такое Социализм На который Молился Барни Сэндерс По прежнему Молятся На Барни Сэндерса По прежнему Я считаю Что Барни Сэндерс На 90% Я бы сказал 95% Он когда-то Подписал С КГБ Договор Временном Сотрудничестве Ну вот На этой Жизнеотверждающей Нотке Мы сегодня Пожалуй Закончим Спасибо огромное Леон До встречи В следующий раз Спасибо